Радио Болтком Утро на Болткоме Как я бы сказал, другом, помощником Транслятором Проводником Идей автора Который сводит читателя и писателя Это, конечно же, мы говорим О мастерстве перевода Когда Мы практически оживают И становятся понятными Какие-то реалии И одной культуры, они как-то адаптируются Для другой культуры Вот один из, ну, действительно, мастеров Перевода, переводчика англоязычной Прозы и драматургии Ольга Варшавер С нами на прямой связи Здравствуйте, Ольга Александровна Доброе утро Доброе утро Рада всех видеть, слышать Здравствуйте И бывает так, что переводчик Даже открывает какие-то новые Интересные имена для читателей И сейчас вот я, наверное, говорю Про автора американского Кейди Камилла Которую Я понимаю, что именно в ваших переводах Узнали, полюбили Очень и очень многие Ну, на всем, можно даже сказать Постсоветском пространстве Ну, я надеюсь, что полюбили А узнали точно Из моих рук получили Я ее когда-то в свое время Можно сказать, открыла По первой книге То есть я прочитала Ее первую книгу Когда остальных просто еще не существовало И я сразу Нутром почувствовала Что это блестящий автор Что она вырастет в очень Ну, можно сказать, великого писателя Так и получилось И я тогда предложила эту книгу Речь идет о книге Которая в русском варианте Называется Спасибо, Уиндиксе По-английски это Because of Уиндиксе Сначала я заметила Эту книжицу Просто по обложке На книжной ярмарке в Америке А потом, когда я через два года приехала Уже существовало кино По этой книге Причем малобюджетный фильм Который без каких-то спецэффектов А вы понимаете, что в Америке Кино без спецэффектов Даже, пусть это было 18 лет назад Все равно Ну, странно, да Чтобы такая лента вдруг Получила массу премий Она уже получила И я подумала, что, наверное Есть там что-то особенное Например, хорошая литературная основа И я купила книгу Вот в этот момент И я ее прочитала просто в самолете По дороге в Москву И поняла, что Я ее непременно буду переводить Я так и сделала Со мной такое бывает Я без заключения договоров Даже не сговорившись Ни с какими издательствами Просто взяла, перевела книгу Ну, как бы в стол Для себя, для души По любви такое со мной случается В общем, довольно регулярно А потом Это еще было Когда существовало издательство «Иностранка» Которым руководила Варя Горностаева Это то, что потом Через несколько итераций Стало издательством «Корпус» Который, в общем, мы все знаем И у них по-прежнему И сейчас нету детской линейки книг И тогда не было И я Варе принесла эту книжку Она сказала Оля, очень хорошая книжка Но у нас же нет детской серии Я им стала помогать делать детскую серию А книжка лежала готовая Но мудрая Варя купила права Вот это очень важный момент Поэтому Мы делали детскую серию А Кеди Камила писала В это время свои книжки Другие А я понимаю, что она приобрела права Именно эксклюзивного издания И книг именно этого автора То есть не на одну книгу Ну, этого автора громко сказано Она купила права на эту книгу На издание этой книги в России Еще других-то не было А Кеди Камила писала И благодаря тому, что в иностранке Тогдашней были куплены права Все новые книги приходили Именно туда То есть агенты их уже присылали Это общепринятая практика И в какой-то момент Когда Кейт написала Еще три книги То есть прошло Я вам скажу, сколько С момента покупки прав То есть прошло еще где-то Года три, наверное Года три Перешла книга «Удивительное путешествие кролика Эдварда» И вот тут Произошло чудо Потому что Муж Варьи Горностаевой Всем известный Журналист И в тот момент Директор издательства Сергей Борисович Пархоменко Полюбил эту книгу Совершенно Нежной И сильной Страстной любовью Он просто ходил с этой книгой в обнимку Когда я ее перевела Он ее показывал В издательстве Ну вот всем-всем Он там мог сказать Там водителю Уборщице Говорил Ну вы еще не читали? Вот пожалуйста Прочитайте Обязательно прочитайте И практически Сергей стал Крестным отцом Кеди Камилы в России Он сказал Мы все издаем Директор издательства Сказал Мы это все Обязательно издаем И я стала переводить Вот те три книги Которые за это время вышли Первая у меня Как известно Уже была переводена Ну а потом Ну с издательствами же Тоже происходят Всякие такие Истории Как с браками Да Издательства Сходятся Расходятся Кто-то дверь ухлопает Кто-то В общем Короче Дело кончилось с тем На сегодня Ну вот То с чем я осталась Да Уварит другое издательство Там по-прежнему Нету детской Серии А Права на Кеди Камилы Остались В итоге В концерне Азбука Атикус В подразделении Махаун Который как раз И занимается Изданием Детской Литературы Что кстати Будет сейчас Вот на этом рынке Мы Даже не очень понимаем Потому что Буквально Недавно Самый крупный Концерн Книжный То есть Эксмо Ну я не знаю Как это называется Купили Аннексировали Я не знаю Как это теперь Называется Правильно Но в общем Эксмо Приобрело Азбука Атикус И По всей видимости Теперь у Владельца Эксмо Олега Новикова 95% Так сказать Книжного рынка России Вообще А это хорошо Или плохо Вот такая Концентрация В одних руках Нет Никакая Монополия Не хороша Безусловно И Моим любимым Маленьким Издательством Которое Составляет Собственно Оставшиеся 0,5% Буквально Я боюсь Что придется Туго Еще Более Туго Чем Было Раньше Я Ну Как пока Не обсуждала Со знакомыми Издателями Во что Это выльется Но Махаон Который Никак Не Отличался Каким-то Так сказать Экзотическим Или Очень Выборочным Подходом К Изданию Детской Литературы У них Тоже В общем Некоторый Поток Но Все-таки Все-таки Там чуть Более Ручное Управление А Эксмо Я побаиваюсь Я честно Побаиваюсь Как это будет Я не знаю Ну и потом Все равно Права На Кенди Камилла Там То есть Я все равно От них Никуда Не денусь А вот Инди Это меня Ну Чуть-чуть Напрягает Я надеюсь Конечно Что Кенди Камилла Такой Автор Уже Вот Стало За последние 20 лет Что Нас Не будут Очень сильно Кантовать Но Кто Знает А вот Эта Практика Когда За Определенным Автором Закрепляется Переводчик Вот Она Часто ли Присутствует Потому что Ну как мы помним С Гарри Поттером Там менялись Когда переводчики По ходу Дела Менялось Ну все Имена героев Ну то есть Вот эти какие-то Начинаются Читатели Ну начинают Как-то Реагировать Тоже Очень болезненно Потому что Они привыкли Уже К одному Стилю Перевода К переводу Имен И вдруг Все Меняется Ну вообще Конечно Такая практика Есть И она Зависит Чаще всего От издателя Дело В том Что Издатель По-прежнему Особенно Вот в таких Крупных Издательствах Они по-прежнему Считают Что перевод Не первичная Вещь Для рынка Они На самом деле Глубоко Заблуждаются История с Гарри Поттером Это конечно Подтверждает Мы не будем Сейчас вдаваться В то Какой перевод Лучше Какой хуже А главное Чем определяется Качество перевода Уж точно Не Переводом Имен Это Дело Последнее На самом деле Ну то есть Это важная История Очень И для меня Она вот например Сейчас вот С последней книгой Кедди Камилла Которая Которая еще не вышла О которой мы Обязательно сейчас поговорим Вот Она для меня В общем Довольно Принципиальная Потому что Ну Имена Того же автора Системно Системно Он говорит Ну максимум Две книжки Я должен Пробовать Разные стили Я должен Мне интересно Разных авторов А у меня Получается Иначе У меня есть Действительно Несколько авторов Я даже Включу Экран Может быть И покажу Кое-какие Обложки Которые мне Вообще Ну Моих авторов Которых Мне довелось В жизни Переводить И там Есть действительно Несколько Имен Которые Для меня Очень важны И которых Я Так Вы мне Разрешите Воспользоваться Да конечно Покажите Потому что Там Нет Такой Сейчас Возможности Там написано Что Не-не-не Там эта функция Сейчас отключена Вам надо Что-то щелкнуть Чтобы я могла Поделиться Экран Я не знаю Насколько У нас Просто показать Вы не можете В экран У вас нет Под рукой Случайно Этих книг Нет Я специально Вам готовила Такую презентацию Мы вот сейчас Попробуем Попросить Нашего звукорежиссера Который Становится На глазах И видеорежиссером Да Становится И видеорежиссером На глазах Да А пока мы можем Значит В общем Смотрите Я очень много Переводила в жизни Ленор Фардж То есть я практически Ее перевожу Сказочницу Эту замечательную Британскую Я ее перевожу Всю жизнь То есть я с нее Начала Когда-то И надеюсь Что Ну там есть еще Кое-что Что осталось Вот В последние годы Неизданным Да То есть Есть еще Возможность Как-то Маневрировать Она первая Лауреат Премия Андерсона Между прочим То есть вот В 56-м году Когда премия Была учреждена Ее получила Именно Ленор Фардж У меня Переведено Ну Как-то Немеренное Количество Ее сказок И Я В общем Очень счастлива Этим обстоятельствам Так Ага Вот теперь Меня разрешили Воспользоваться Так Вот мы видим Да Мы видим Как раз Экран Да Значит вот Сейчас я вам Показываю Фарджан Вот это Когда-то Еще в начале 90-х У меня Эти две книжица Вышли Мы их составили Вместе С покойной Ныне Нина Михайловна Димуровой Моей благословительницей В перевод Она мне Когда-то Подсказала Самую первую сказку Фарджан Которую я перевела Элосипедок Прыгает во сне А потом Вот в этой Рыжей книжице Там По-моему 23 Печатных листа Сказок Там Большой уже объем Но это Давние книжки Сейчас найти нельзя А вот Эти книжки Найти можно Они Ну Частично Там Новые тексты Которые я Для этого издания Как раз Перевела А частично Что-то Важной Стар Это вышло Кстати В издательстве Махаон По-моему В 2014 Или в 2015 Году То есть они В принципе Еще вполне Циркулируют Их можно найти Фарджан Тоже Кстати Очень сценично То есть Для меня Ну видимо Я так заточена На театр Сама по себе Что я И авторов Своих Выбираю Именно По принципу Выпрыгнут Эти тексты На сцену Потому что Кролика Эдварда Есть ли Тенциал Театральный Сценический Или нет Для меня Это Видимо Внутри Этот критерий Заложен Поэтому Фарджан Я очень рекомендую Она уже Собственно Идет На сценах На разных Вот Средняя обложечка Серебрянка Вот я сейчас Ее подвигаю Чтобы вы поняли О чем речь Это одна Целая Большая Сказка Которая Ну прям Очень годная Для Драматического Театра Там Несколько Линий И лирическая Поэтическая И драматическая Так сказать Страшная И комедийная То есть Ну там Есть все Что вообще Хорошо бы иметь В хорошем Детском спектакле Ну ведь именно Пьесу Серебрянка Вы же и написали По мотивам Этой сказки Написала Да Я написала Ее уже почти 20 Сколько 25 Скоро Да В следующем году 25 лет Ужас Столько не живут Но я писала Когда у меня Старший сын Занимался В театральной Студии Я для них Собственно Написала Пьесу И они Играли И вот Тут вот как раз Девчонки Которые Играли Там Центральные роли Для тех Кто слушает Просто не видя Мы сейчас Смотрим презентацию Да И фотографии Как раз Вот этих Постановок И кролика Эдварда Ведь тоже Можно вспомнить Как сейчас Идет во многих Театрах С большим успехом Да И это для меня Конечно Феноменальная История Сейчас я вам Покажу Обложки Книг Кеди Гамил Вот первая книжка О которой Шла речь По которой Я ее открыла Это вот Вот эта вот Обложка Спасибо В индексе Да Про собачку Ну такая Повесть Детская Без всякого Волшебного Элемента Она кстати Тоже уже Была реализована На сцене Очень был Симпатичный Спектакль Далеко-далеко В Сибири В городе Каннске Красноярского края Замечательный Спектакль Надо сказать Поставил Александр Барка А кролик Вы знаете Иногда бывают Вот такие Странные Истории Когда В какой-то Другой Стране Книга Пользуется Большим Успехом Чем на родине Мы такие Истории Знаем Допустим В Швеции Гораздо Больше Любят Не Карлсон А другие Книги Линдгрен Это известный Факт А у нас Конечно Когда говорят Линдгрен В первую очередь Говорят О Карлсон Иногда Это И в случае С Линдгрен Это точно Связано С переводом Потому что Гениальный Гениальнейший Перевод Лилиана Лунгиной Определил Во многом Успех Карлсона У нас Ну и потом Был Как известно Всеми любимый Мультфильм В общем Это наш Герой А есть Так сказать Другие Книги Линдгрен Которые Например Эмиль Из Лённберг Безусловно Более популярная Книга В Швеции Что касается Дикамилы Я точно знаю Что допустим Приключения Мышунка Дисперон Вот Это Обложечка У нас Её любят В Америке Больше Может быть Благодаря кино И вот история Потому что Фильм вышел Сейчас я вам скажу К Рождеству 2010 года Фильм по этой книге Вышел Ну большой Анимационный Фильм Такой Известный Он у нас тоже был В прокате И наверняка Может быть Нынешние дети Уже То поколение Которые его И не видели А вот Ну какие-то Люди постарше Которые Десять лет назад Смотрели Анимационное кино Они его помнят Наверняка Ольга Александровна У нас к сожалению Осталось буквально Две-три минутки А хотелось Вот Последнюю Самую Новую книгу Узнать Кейт Пекамилу Значит Вот смотрите Кролик Вот Кролик Да Он просто Идет Пожаром Можно сказать По России Буквально За две минуты До нашего эфира Мне пришло Пришел запрос Из Владивостока Вот они К Новому году Будут ставить Кролика Кролик Внезапно Оказался Самым Востребованным Материалом Для театра Вот Сейчас я показываю Фотографии Блестящего спектакля Русана Мавсисян Который идет В рамце Ну а Что касается Последней книги Которая еще Не вышла И которая сейчас Находится Вот Ну собственно В процессе издания Я свою функцию Уже выполнила Я ее перевела Называется Пророчество о Беатрисе Волшебная Совершенно блестящая Книга И я уверена Что у нее Есть такой же Точно Потенциал Для сцены Как и у Кролика Вопрос Который вы мне Задали Изначально Почему Вот Возникает Этот конфликт Между Театром И киношниками Он всегда Открытый Потому что Как только В Америке В Америке Киношники Покупают Права на книгу Они тем самым Просто по условиям Договора Мгновенно Перекрывают Любые И потом его будут монтировать И пройдет там Четыре года Уже спектакль За это время Бо сошел Но бывают Вот такие Препоны Я очень надеюсь Что сейчас Театр ко мне Обратится За вот этим Текстом Даже может быть До выхода книги И мы успеем Заключить Хотя бы Договор О намерениях В этой ситуации Если будет Договор О намерениях Театром Разрешат Постановки Это для меня Очень важно Для автора Как мне кажется Очень важно Ну и не говоря о том Что в общем Это довольно нелепая Конкуренция Ну кто может Конкурировать С кино Которое пойдет По всему миру Да И какой-то спектакль В каком-нибудь Ну не знаю Сыктывкаре Или там Воронеже Или Догов пелся Это же важно Чтобы дети Видели Живой театр Живых исполнителей Я Обожаю театр Я считаю Что Театр Это такая Совершенно Ну Другая стихия Чем кино Более живая И для воспитания Имеющая Огромное значение Значит Если вдруг Сейчас нас Ну Слушают Представители Театров Куда они Могут Обратиться То есть Они могут Написать вам Найти вас На фейсбуке Написать Да Написать вам Вы пришлете Этот текст Книги Переведенной Для того Чтобы они Могли ознакомиться И таким образом Если успеют Договор Заключить с вами То Я понимаю С представителями Кейда Камил Есть возможность Поставить Эту Эту книгу Ну По-моему Сценическую Ее версию На театральной сцене Совершенно верно Да Я не писала Пока инсценировку Я очень ценю Когда это делают Сами Театры Режиссеры Тогда у нас Не клоны Получаются А получается По-настоящему Разное решение Но К некоторым Пьесам Некоторым Текстам Прозаическим Я конечно Пишу На сценировке Я Допустим По какой-то книге Одной из последних Книг Кейде Камилову Сейчас я тоже Показываю Вот Эта книжка Буквально Закончив Перевод Отправив Его В издательство Я тут же написала На сценировку Это подростковая книга О первой любви Нежнейшей И о В общем Суровой жизни Подростка Ольга Александровна К сожалению Мы видим Что у нас Там показывают Что время Закончилось Уже несколько минут назад Но спасибо огромное Я думаю Что это Не последний случай Когда мы Можем обсудить Действительно Эти возможности Перенести Книги На сцену В том числе И латвийских театров Огромное вам спасибо Огромное спасибо И до новых встреч Всего доброго И до новых книг До свидания